Спасите Нерестовую реку! Такое видеообращение президенту Владимиру Путину отправил житель Углегорска Александр Коинов. Здравствуйте, Владимир Владимирович! Моя фамилия Коинов, Александр Дмитриевич. Мы находимся в Углегорском районе на разрезе Солнцевский, с которого, вот прямо видим, идет сброс грязных вод. И все это попадает в Нерестовую реку Углегорку. Вот эта самая река Углегорка. Одна из крупнейших на западном побережье Сахалина. Когда-то сюда заходил на Нерест даже краснокнижный Сахалинский таймень. Теперь в это трудно поверить. Последние несколько лет цвет воды здесь не меняется. Он вот такой, бурый. По мнению местных жителей, всему виной Солнцевский угольный разрез. Якобы он отравляет некогда чистую реку. Неужели Углегорка на пороге того, чтобы считаться биологически мертвой? Все беды нашего района идут от неуемной деятельности нашего разреза Солнцевский. Хвастаются, что добывать 10 миллионов тонн угля в год, а потом грозят, что будут добывать и 20 миллионов тонн угля в год. А что мы от этого имеем? Разбитые вдоль и поперек дороги мосты. Непролазные тротуары в грязь. Речка была чистая. Но, как сказал бы наш юморист Аркадий Райкин, рыба в Углегорке когда-то была. Хапают, хапают, хапают. Быстрее вырыть. А как народ будет? Что будет с природой? Ему как-то наплевать на это все. И Путин неоднократно уже сделал замечание, выступление в адрес всех ведомств. Экология должна быть на первом чуть не месте. Первый загрязнитель – это промышленные предприятия. Второй загрязнитель – это система ЖКХ. Особенно если мы имеем дело с отопительным периодом, если основное отопление приходится на такие первичные источники, как уголь или топочный мазут. Ну и третье – транспорт. Наши подходы в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер. И ревизии, безусловно, не подлежат. Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. Получил прибыль за счет природы? Убери за собой. Большой бизнес, который мне Севера представляет в данном случае, застрял в 90-х годах, по-моему. Почему в углеварке рыбы нету? Ее практически нет там рыбы. Чего? Тут вода мертвая. Вы думаете, помимо этой грязи, что мутно, и туда попадают и отходы нефтепродуктов, то же масло, то же топливо. Разговаривают с теми, кто там работает. Они что, все боятся это афишировать по той причине, что боятся потерять работу. Проблема не только в рыбе. Из углегорки берут воду для села Ольховка и районного центра. Берут по течению ниже Солнцевского разреза, то есть там, где река уже грязная. На претензии жителей местная власть отвечает. Проблемы с качеством воды в Никольском, Ольховке и Углегорске никак не связаны с разрезом. Эта информация звучит на встречах с населением. Когда на солнце перестанет трогать вот это вот. Мы вот сейчас, когда очищается, очищается, но мы не знаем, утром встанем, ухажаем, а потом упадет, что какой-нибудь, просто опять сделают. У вас ключей в Майске называются. И в это половодие, вот это половодие, которое у нас было, для начала. В этом году у нас выпало снега в два раза больше. Раньше бы еще больше было. И нормально было. Всегда вода была, пока не было солнце перестанет. И вам разрезы не ученикает. То есть обводной канал, есть обводной канал. По обводному каналу все интервьюрс. Следующим этапом, да, как бы, это пойдет красная вода. Пять разы? У вас каждый год идет красная вода. Какая красная? Нет, красная вода у вас идет. Этим словам коренные жители давно не верят. Свои глаза не обманешь, река выше разреза чистая. Некоторые даже берут из нее воду для питья. Ну там вода видала, тоже как молоко текла. Да, да, да. Она в прошлом году тоже какая-то серая была. Из разреза? Да. Ну на разрезы поднялся ж вон куда. Да. Здесь вода-то чистая. Сколько техники прибавляется? Если техники прибавляется больше, значит больше сбрасывают в речку. Ну что там, у нас тут все течет. А раньше рыбы много было? Ну нормально, людям всем хватало. А вот там лет 10 назад, там 20. А ну это, ну конечно больше. Раньше она хоть до медвежки заходила, рыба. А сейчас она вообще не доходит. Сколько лет уже, да, Сергей? Проблемы начинаются ниже по течению. Там, где в углегорку, впадают ее притоки. Река Тарасовка, ручей Майский. Иногда мути добавляет и река Желтая. Все они текут со стороны Солнцевского разреза. И все они грязные. Сверхний слой убирается до угля, который сидит, складированный. Он и будет лежать, и будет течь, течь, пока весь не утекет. Потому что нарушение технологии. Должны ступеньки больше быть, внизу должен отстойник быть. А это все самотеком. Дожди размывают. И все, она уходит. И здесь таких отвала три штуки. Все стекают в желтую речку. Также по ручьям. Отвалы сделаны на ручьях. Они должны быть в котловинах спрятаны. Они им легче. Сверху заехали, кузова подняли, высыпали. Все. Бульдозер разровнял. То есть это вскрыша Солнцевского угольного разреза? Да. Какого цвета была вода? Да, цвета кофе с молоком. Такого цвета вода была. То есть, в принципе, как углегорка, наверное. Еще страшнее. Вот, например, Тарасовка начинается там, где разрез. Эта вода буквально через дорогу от въезда на Солнцевский попадает в углегорку. Но это не талая вода, вы считаете? Это не талая вода, надо знать. Потому что я рыбачиваю и зимой, и летом. Зимой, декабрь, январь. Какие талые воды в декабре, январе? На рыбалке сидишь, пошла муть подо льдом. Все, рыба исчезла, убежала. Ответы отвечают. Это здорово. Это вот углегорский уголь. Углегорский уголь там снимал вообще каплю, да я их давно уже нет. Это сток, его видно, это именно отвальный сток. Это все вот в полутора километрах отсюда. Вы там не пройдете даже в своих сапогах, потому что там аргелит настолько пропитался влагой. И вот он лежит этой массой. И вот он при любых осадках, он постоянно сюда стекает и будет продолжать стекать. Место впадения грязной Тарасовки в еще чистую углегорку выглядит, внимание, вот так. Снега на сопках давно нет, как и затяжных дождей. А это, если верить карте, ручей майский. Вот смотри, сейчас ситуация какая. Вот весовая, да, вот смотрите, видите весовая. И вдоль весовой идет ручей такой, мощный ручей идет. Он забегает по дорогу, выходит по полям и пошел в речку. Свою лепту в загрязнение реки, уверены углегорцы, вносят и постоянные взрывы на разрезе. Они не только пугают, но еще и отравляют. По технологии взрывных работ на разрезе сейчас взрывы производят при помощи селитры. В месяц на разрез заводится тонн 150, не меньше, до 200 тонн, мне кажется, селитры заводятся. Отходы от взрыва по селитры, вся эта химия, она смывается потоками дождей, вот в эти же ямы, которые они накопляли. Потом они только качаются и сбрасываются все в углегорку. Вот это пьют населенные пункты Ольховка вся и весь Углегорск. Это все идет в краны, все идет вот эта вода. Это уже водозабор. Это люди уже пьют. В областном онкоцентре на Горьково всегда говорят, вот опять с углегорского района приехали, и с вашего углегорского района больше всего онкологических заболеваний. В 2018 году солнцевский разрез по вращению углегорских новостей проверила прокуратура. Тогда разрез оштрафовали на полмиллиона рублей за сброс технологических вод в углегорку. У нас произошло срастание капитала с властью уже. Это явно всем видно, никто не знает, даже и спорить тут нечего. Это очевидно всем. Они просто по беспределу делают так, как им хочется, так, как надо им. Купленная местная власть у нас. Он ничего не может решить наш мэр. Что к нему не обращались, он только отписывался и все. Широкая душа у нашего мэра. Прям все раздаем, даем, нате, берите все. Либо только мне было хорошо. Знаете, что он мне ответил? Ты понимаешь, что это же Москва, и я не хочу остаться без работы. Я ему прямо в глаза сказал, а зачем ты тогда сел в это кресло? Зачем ты сел в это кресло, если ты Москвы боишься? Ты сел для того, чтобы быть главой администрации в углегорского района. Я правильно говорю или неправильно? Очестные сооружения на Солнцевском разрезе уверены местные жители фикции. И работают они только на бумаге или по особым случаям. В марте открывал, сам Лиза приезжал, Лималенко, открывал честные новые. На раз, два, три. Раз, два, три. Опа. Пока злова вода почти в стыкане как питьевая. Уехал, все, ничего не работает. То есть опять до следующей проверки. Проверки-то свободно не допускают никогда. Получается, что месье Лималенко за лоха держит, что ли, ничего не понимает. Или губернатору все равно, как к нему относятся. Хочешь подъедут сюда, наберут по стакану и попьют вот с этого вот, и все. Да, я согласен, что надо заниматься бизнесом. Да, я согласен, что надо налоги платить. Я совсем, ну, пускай работают, ради бога. Ребята, имейте совесть. Вы пришли к нам в гости и соблюдайте элементарные вещи. Ну, мы тоже не дураки. Ну, можно все это сделать. Можно вложить какие-то копейки, поставить нормальные, реальные очистные сооружения. Потратиться один раз нормальное, чтобы не было к вам претензий. Речку в Легургах угробили, и все. Она, если установится, установится через 30-40-50, не раньше. Если ее оставят в покое. Да. А ее не оставят. Это вот как называется бизнес. Жители района уверяют, они не против добычи угля. Они за то, чтобы это делали по закону. Они что, что-то производят? Там, бумагу, мебель, конфеты, сапоги? Нет, они добывают. Они пришли сюда что? Нагадить, урвать и удрать. Вот их стратегия. Какое они имеют право хапать это все так, бессовестно. В свое время, может, помните Василий Васильевич Ламага? Конечно. Помните, да? Конечно. Он, когда начинал этот карьер, начинал этот карьер солнцеский, он не приглашал в свое время главного инженера туда. Василий Васильевич начал работать. Начали карьеры развиваться немножко. Он запросил официально, запросил увеличение добычи. Мне дать собрать, он, по-моему, до трех миллионов. Да, до трех миллионов. До трех миллионов, по-моему, добычи. Попросил урву. Ему отказали. И обосновали все. Да, обосновали тем, что здесь ручьи, невестовые речки. И отказали. Почему сейчас никому не отказывают? Почему? Если делать по-правильному, то это долго. Это время. Надо соблюдать. Соблюдать. Если всю технологию, то это уходит время. Они не хотят. Им надо быстро, много. Мы не заранее на их деньги. Пускай они там зарабатывают. Но пускай они зарабатывают честно, правильно. На руках углегорцев десятки отписок на обращение о загрязнении реки. Надзорное ведомство отвечает, как под копирку нет фактов. Но какие еще нужны факты, недоумевают люди, если река ниже разреза постоянно грязная. Конечно, поражает, что Месерва вон из реки Углегорки, которая имеет приток, много рек. Оралка, Снежинка, Дубовка, Оттава, Охота. Это все вот тут вверху. Бывает. Вдруг решил сделать технологический канал. Некоторые говорят, Александр Ильич, вот нету у вас, значит, полуфактов, загрязнения. Вот фактов нет. Подождите, люди бегают за водой родниковой, не факт. А рыбы стало меньше, не факт. А водозабор вы начали затеять и переводить, не факт. Но тут одного факта хватает уже. Я тут не силен в экономике, да. Но, ребята, мы добываем много угля. А живем-то мы, не ходим. Только вот начали чуть-чуть тротуары строить. У нас автобан должен быть, да, Сахалинская, с таким-то углем. Понимаете, аварий вон сколько. Обращение углегорца Александра Койнова на прямой линии не прозвучало. Но это не значит, что оно останется без внимания. Все проблемы, присланные на прямую линию, фиксируются и вносятся в базу. Для последующего решения. Я уважаю Владимира Владимировича. Да. За его, как бы, вообще он грамотный человек. Вот. Мне бы хотелось, чтобы слова наши дошли до него. Было бы хорошо. Углегорцы надеются, что на их проблему отреагируют на федеральном уровне. Ведь этого не происходит здесь, в Углегорском районе. А самая главная жизнь дают, это речь. Реки дают все. Вода, с воды начинается все. С воды все идет с воды. Чистая вода – это жизнь, как говорится. Есть закон. Российская Федерация. Мы живем в стране. Российская Федерация. Его надо исполнять. Все. Алина Голоскок, Зинаида Макарова, Николай Петров, Александр Гагаркин, Ольга Супракова. Углегорские новости.